александр привет значит у тебя на видео там в принципе все удары видно по всей попробуем поговорить значит удар справа самое первое что надо улучшить надо поднять мяч задание поднять мяч больше даст тебе вращение то есть играешь немножко когда мяч идти прямо он у тебя получается плосковат можно играть точно также и с вращением но чтобы научиться делать вращение надо вначале поднимать мяч то есть это как развитие чувства удара можно так сказать вот ну и вообще ты более если сделаешь два пункта который я говорю поменяется вся игра как бы удар справа поменяется он начнет чем больше ты играешь тем больше он начнет расти вот сейчас попробуем объяснить это значит первый пункт это тебе надо снизу вверх поднять мячик значит как поднимается мячик мяч за счет чего за счет движение кисти то есть вот это упражнение например мы делаем выгнал кисть раз и одной кистью вверх то есть именно вокруг этой точки вот эта деталь интересует то есть ты поднимаешь мяч вверх не закрываешь здесь вперед рано и мяч летит поднимаешь вверх а потом только закрываешь да то есть вот такая вот кисть и мяч пойдет выше и будет вращение будет вращение потому что стоит задача начать с такого То есть кисть выгибается. То есть выгибается это можно посмотреть это головка ниже ручки. Вот ты ведешь там по разному можно называть, у других може там видео по-называется головка ниже ручки. То есть ты выгнул головка ниже ручки дальше сверху и дальше вытягиваешь наверх. То есть должен, должен подняться мяч раз. Должно поднять с вращением, это два. Следующая самая важная ошибка. Вот нужно, то есть вот эта деталь у тебя появилась. у тебя мяч начал накручиваться подниматься над сеткой окей но он уходит в аут то есть чем быстрее ты делаешь он почему-то будет уходить значит он уходит в аут потому что надо сделать окончание правильно значит ты ведешь окончание правильно ты ведешь окончание в плечо там есть одна деталь и значит какая суть вообще вот ты пошел да снизу вверх накрутил окей и дальше ты закрываешь вот это вот штука вот это окончание сюда в плечо она дает мячу дополнительное ускорение то есть ты раз ну там по физике там момент инерции в общем не важно то есть ты закрываешь и именно вот эта деталь ты чувствуешь прямо что здесь ты взорвал здесь ты закрыл и вот этим закрытием ты дожимаешь мячик в корт вот если это закрытие при закрытии не доводится движение до конца закрыть вот это вот ускорение будет недостаточно для того чтобы мяч быстро нырял то есть если ты сделал вот так на прямой руке мяч не ныряй ты довел дальше ты передал энергию мячу больше и он больше и он больше закрутится то есть надо сделать дожимание в конце правильно значит как это делать у тебя ты и нет ты делаешь и не доводится у тебя кончать значит надо довести все то есть вот это и вот это это две большие разницы то есть здесь будет мячик быстрее ныря но еще раз говорю это при условии что первый час ты с вращением взорвал поднял вверх потом даю как только есть значит как это сделать как делается концовка в плечо ты вывел кулак в плечо вот так да то есть обычно говорят там кулак касается плеча вот ты точно доведешь и точно хватит вот этого закрытия для того чтобы мяч нырнул вот при этом джошевое закрытие происходит вокруг локтя то есть ты вывел и вот здесь вокруг локтя но сам кулак потом дожимается сюда то есть локоть должен уйти так все вот это гарантия того чтобы после того как ты с вращением поднял ты закрываешь мяч не уходит в аут а он получается ныряет с ускорением это базовые вещи их чувствует абсолютно все просто профессионалы он то есть как это научиться вот метод это реально все 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 сделают даже ну ни одного такого не будет чтобы это не сделала самом деле если это системно делать все получается после этого имея эту базу можно чуть-чуть отходить от этого но смотреть чтобы сам эффект был такой же то есть мяч с вращением поднимается и ныряют с ускорением на той стороне а вот то есть как то есть что тебе надо делать тебе надо следить за окончанием ты вывел окончание вот так вот то есть кулак коснулся плеча можно так лучше обратная сторона ладони касается плеча локоть остался поделая такое окончание четко то есть каждый раз ты делаешь давил да у тебя появится четкое окончание после этого саму срединку можно ускорять и ты увидишь что ты мяч ускоряешь и он попадает значит что происходит у тебя ты не чувствуешь дожимание да вот это да нельзя ускорить потому что мяч идет и ты видно как ты бьешь медленно то есть мяч не летит сам мах медленно то есть тебе ты хочешь разогнать не чувствуешь чтобы это почувствовать надо посадить вращение раз первый пункт который отец второй пункт закрыть не получится что ты делаешь и дальше можно как угодно разгонять и ты видишь что мяч остается в корте и тогда новые ощущения как бы открываются для тебя что я могу не бояться я могу за все силы бить и где-то играться хочешь там меньше вращения больше но в сути вот как этому научиться это вот такой путь вот это что касается удара справа дальше что касается удара ну там слета слета замахи ставится то есть какая суть замаха ну то есть надо играть без замаха грубо говоря то есть вот ты выходишь с лёта позиция готовности локти уже впереди да и когда ставится замах вот локоть впереди для чего это делается потому что при большом замахе даже если мяч простой и ты делаешь пробивание ты хочешь это желание ударить появляется ты ставишь большой замах замах для того чтобы ударить и начинаешь бить и происходит удар за собой удар за собой мяч летит вал это классика очень много людей то есть ты должен специально заставить короткий замах для того чтобы четко впереди сыграть будет впереди будешь попадать только сделать чуть больше замах значит такой замах можно говорить вот там 45 градусов если вот 90 он 45 или так что локоть впереди себя или так вот что здесь там какая-то палка стоит видишь и не дает локоть сюда раз право и здесь слева тоже самое слева тоже самое за собой то есть это большие замахи особо тем более что когда при прочих ранах условиях тебя будут бить быстро когда ты слёта стоишь только чуть больше замах чем надо все за собой ничего не получается то есть это такая распространенная ошибка то есть надо надо фиксировать замах впереди себя даже когда мяч простой тогда это приходит навык и ты играешь и простой и сложный мяч то есть вот такой это как как этому научиться следующий момент подача значит подачу бросаешь подброс туда влево есть такой вид подачи он профессионалов то есть это под 300 не бросают либо ровно там под плоску либо подлево с вращением прикол в том что это все хорошо но есть но надо начинать что-то более простого потому что можно там и остаться и не прогрессировать почему потому что не чувствуешь вращение я предлагаю тоже самое только подброс под право то есть идти через слайс первая подача ты чуть-чуть накрутил и 2 подача ты вкрутил но все бросается то есть ты встал подброс под право это слайс подач и 1 и 2 1 чуть меньше вращение то есть более площадь 2 с сильным вращением после того как ты стал там спрогрессировал почувствовал разность вращения на 1 2 подачи можно бросать подлево и с этим чувством вращения то есть нарабатывается ощущение плоскости как ты крутишь мяч можно заходить под под твист ну под вот это под лево или топ спин или твист там кто как называть и тогда будет просто если сразу туда пойти неестественно ты бросаешь за спину тебе надо выгибаться и где-то вот там и тут крутить ну а здесь более естественно ты стал ровно мяч под право и ты струнами вот так зашел понимаешь ну там сверху мяча там это нормальный путь и я уверен ну как бы что так в основном получается то есть много кто сразу туда вот профессионал делать так я буду делать так ну это мол так учился там 10 лет каждый день тренируюсь поэтому этому так сложно лучше справа из под право крутить а потом потихоньку даже тут ты на слайс на подаешь много профессионалы девушки они так и остаются у них под право слазь ну то есть и все как бы больше даже ну этого в принципе достаточно тем более для себя это более чем и будет очень очень эффективно и красиво и не понятно что надо зачем по удару слева ну надо вращение посадить там тычок то есть ну я там пару раз его заведет немного по крайней слева ударил ну вращение нет то есть одна рука стоит надо заходить снизу ну то есть понятно что снизу положение струны чтобы не подбить чтобы не что если кисть стоит неровно ты подбиваешь мячик пост если ты заходишь под правильным углом кисть вот таким вот допустим как ориентир как ориентир это параллельно в угол параллельной сетки в точке удара плоскость струн параллельной сетки и тогда ты посадишь вращение дальше можно там куда-то ну я очень не важно ну хотя бы здесь хотя бы накрутить пойдет удар можно дальше говорить что там с окончанием делать и как руки в конце задача посадить вращение справа чувствуешь слева тычок ну то есть тыкается мяч все это надо только на чувстве стоять так ну махать во вращение посадить вращение еще раз говорю немного удара слева вот вот короткий мяч когда бьешь не не натыкаться то есть набегаешь на мяч он близко это часто кто-то где то есть играешь сзади хорошо хорошо надо двигаться вперед допустим короткий мяч перебегаешь его то есть надо максимально аккуратно на коротких шажках подходить и четко впереди играть тогда будет возможность реализовать короткий мяч и выиграть получается что мяч простой перебегаешь за собой нет после этого удара застрешь короткий там соперник с тобой что хочешь делать но это по тактике то есть по технике эти моменты подправить игра ну там явно что уже хорошо играешь можно это чуть улучшить вот это наиграть даже смотреть что по тактике там более-менее там чисто было и ну как бы нормально уже будет еще раз говорю основная проблема слева то есть когда выходишь на выходишь на счет играть все летит подлево сразу я уверен тот кто хочет выиграть у тебя ну явно на результат на целе он будет подлево тебе играть что будут проблемы то есть слева надо закрывать даже даже справа даже подача как бы нормально но слева сильно встает и из этого сильно если типа то там турнир любительский там и что вот слева будет все подлево будет играть все надо закрыть короче там дырку вроде все